добрый день любое другое время суток по вашему выбору лучше конечно если ближе к ночи потому что у нас в программе сегодня фильм ужасов названием воскресший 91 года вы скорее всего про него ничего не слышали вот ну неудивительно собственно такое кино не не самое известное вот но тут дело в чем дело в том что это экранизация говарда нашего лавкрафта очередная да вот и соответственно моего любимого произведения суши случай чарльза декстра барда или уорда ну он собственно такой же вард как у отсон ватсон да вот ну соответственно не самое дорогое кино такой достаточно средненький по вложениям там по всему фильм вот но тут что интересно тут принимаю а да сразу скажу что как бы известных актеров в принципе особо не да ну то есть какие такие знакомые рожи которые где-то на вторых ролях снимались до серьезных фильмах вот ну собственно такие не очень знакомые лица вот ну вот девушка например в санта-барбаре играла в свое время ну вот но тут отметились два очень таких знаковых человека для жанра ужасов это во-первых вот композитор ричард бэнд музыку которого мы фоном сейчас слушаем это просто дока по всяким по фантастике по фильмам ужасов ну то есть он очень-очень-очень для многих писал музыку от реаниматор извне до повелитель кукол ну то есть классика до таких фильмов категории б крутой локер какая прелесть да ну вот тут список длиннющий да и сразу надо сказать музыка в кино отличная просто вот это один из таких серьезных плюсов этого фильма да ну и дэн о бэнон дэна бэнон это тоже такая знаковая фигура да вот это сценарист можно просто смотреть список его сценариев вот это чужой до голубой гром кстати замечательный фильм вот чужие жизненная сила возвращение живых мертвецов где он же режиссер кстати вот вспомнить все крикуны ну в общем это такой это автор практически один из ключевых автор франции франшизы чужих вот и вообще большой специалист по ужастикам здесь он выступает режиссером ну что сказать режиссер из него конечно похуже чем сценарист тем более что почему-то он сценарий писал не он сам да то есть адаптировала лавкрафта другой человек вот ну который вот отметился во всяких сериалах типа звездного пути да вот ворон единственное что да а так ну вот что получилось ну понятно что вообще вот эту вещь лавкрафта и и достаточно сложно экранизировать тем более формате час 45 до всего туда не впихнуть и соответственно очень сложно воссоздать вот конструкцию да потому что там многочисленные флешбеки там прошлое в какое-то да то есть там очень много то что называется закадрового текста да то есть в этой вещи и здесь этого в принципе делать не стали я кстати очень удивляюсь тут на кинопоиске в каждой второй по моему рецензии пишут что это самое близкое к тексту прочтение лавкрафта да ни хрена подобного это прочтение она не ближе чем тот же заколдованный зам кормана да то есть это тоже такая фантазия на тему здесь все как бы перенесено в на в наше время да вот ну соответственно где-то в конец восьмидесятых годов тут такие моды еще да то есть но а лавкрафта все происходило в двадцатых годах то есть сменена как бы обстановочка ну так абсолютно да ну и снято в стиле таком знаете сериальном практически ну то есть не богато не особо спецэффектов вот соответственно сюжет порезан кое-где изменен там изменены персонажи и так далее так подобное по игре актеров сразу могу сказать она тут ну ничего выдающегося но скажем так глаз не режет соответственно главный злодейский герой до джозе карвин а вот он вполне себе достойно изображает перерождение вот этого древнего колдуна там вот то есть вполне вполне себе заходит да то есть ничего выдающегося но так крепенько идет дешево и чистенько я бы сказал да такая вот отрезали все не все что не смогли вместить что что смогли впихнули там немножко переработали добавили там какие-то моменты до саспенсом о том чтобы пострашнее был вот получился такой вполне себе крепкий ужастик вот что можно отметить из минусов опять же из минусов отмечу то что вот в таком кино сделать был в принципе невозможно что вещь лавкрафта она вся завязана вот на каких-то вот именно нырках в прошлое на каких-то древних тайнах там как о каких-то полу намеках там вот то есть какой то такой вот мистики глубокой древности ну для америки я просто так замечу что для америки там восемнадцатый век какая-нибудь середина да это достаточно древние времена учитывая историю страны дает для на это как для нас но я не знаю там какой-нибудь василий третий или иван грозный да ну вот для них там кунь 750 год да когда вся тема начинается она это вот примерно то же самое вот и лавкрафта это вот очень хорошо передано плюс у него он очень хорошо передан вот этот вот дух прошлого дух вот этой вот старой новой англии вот в которой все дело происходит вот то есть такой вкус да вот ты чувствуешь погружаешься в эпоху там вот эти вот скажем вот этот вот менталитет вот этих протестантов дико суеверных людей которые на каждого человека там который от них отличается смотрят там с подозрением там тут же хотят его там на костре сжечь там это салемская охота на ведьм какие-то жуткие мистические восточные тайны да вот тут вот этого всего к сожалению нет но я не знаю даже как это можно было бы в кино передать вот корман он как раз на это больше акцент сделал у него получилась такая липоватая сказочка да сказочка прекрасная но все равно не то да вот это вот мороза по коже там от простого чтения писем там каких-то древних да вот как у лавкрафта вот не тут ни у кормана этого нет к сожалению да вот и соответственно вот это потерялось но что есть хорошего хорошую хорошо сделана атмосфера ну в современности вот это вот мрачная атмосфера хорошо созданным причем очень простыми способами да то есть тут практически постоянно ночь постоянно темно все это давит на мозг вот если не ночь то дождь вот ну и такие какие тут такие стандартные приемы ужастика когда там человек там случайно в кровь наступает или какие-то косые взгляды там какие-то что-то иногда что-то внезапно выпрыгивает откуда-то не часто кстати я скажу а вот но в принципе атмосфера создана вполне себе качественно вот соответственно вот этот вот саспенс да очень неплохо нагнетается особенно когда у танин в конце шляются по подземельям керана вот и на них выскакивает там из темноты всякой фигня как обычно да вот то есть все это сопровождается очень хорошей музыкой да вот и опять же скажу вот этот вот актер до крис сэрндон который играл соответственно ворда и керана он очень неплохо зажег правда немножко в другом плане не как у лавкрафта и немножко иначе да а вот но в принципе получился говорю крепкий там качественный ужастик вот такие ставят с такой отсылкой да вот на лавкрафта вот то есть вполне можно посмотреть я не пожалел как бы те там час сорок которые я потратил ну тем более что я как бы сам фильм само произведение очень люблю вот то есть вполне вечерок скоротать но сожалению я вот просто не знаю возможно ли в принципе воспроизвести эту вещь лавкрафт на экране ну видимо это там нужен фильм часа на три с половиной и очень серьезный бюджет вот знаете если вы помните у коппола был такой фильм дракула да с гарри олдман а вот если уж лавкрафта как-то и можно было бы снять то вот только так как копула снял дракула вот тогда бы этом скорее всего получилось потому что вот как раз все то о чем я говорил чего не хватает вот фильмах о случае чарльза дэкстра ворда да вот дракуле копловская то есть вот но там сами понимаете огромный бюджет актеры просто звездное небо вот и великолепный режиссер вот а тут нету этого ничего ну кстати еще можно тут заметить что очень неплохо сделаны монстрюки которые там вылезают из этих подземелья их тут немного тут вообще эффектов немного да но то что есть сделано вполне себе качественно естественно для 90-х годов для начала 90-х годов вполне внушает страшные так что ну не знаю если вы любите лавкрафт это конечно стоит глянуть вот ничего выдающегося но неплохо так дешево чистенько так что вот так вот приятного просмотра если решите время потратить всем добра